Бонжур, я вас сегодня накормлю и напою. Значит, для персонала у меня сегодня лазанья. Далее это называется Мауль Ташин. Ну, это типа, как сказать, большие пельмени с овощами, запеченные под сыром и в томатном соусе. Так, албаса, это свинина. Наши Хабибис и Аркадаш сегодня есть это не будут. Они будут сегодня кушать лазанью, она на говядине. Так, немного картофельного пюре я им дам. И к этому блюду как раз будет хорошо подойдет либо горчица, либо темный соус. Но горчицу я не буду давать, дам ему темного соуса, будет понятно. Ну и, конечно, салат здесь будет играть как нельзя хорошо. Так, в принципе, все. Так, новый день. Значит, на сегодня для персонала у меня макароны с бирочками. Так, дешенцитес. Это говядина. Картофель по-французски. Так называемый картофель дракин. Савойская капуста а-ля крем. И могу предложить сардельку. Ну, вот и все. Можно есть. Эссе! Всем доброго дня. Ну, что нам сегодня Онкель Серж приготовил? А приготовил я ни много ни мало картофельное пюре. Два раза. Буляш из детского меню. Будут есть, куда они денутся, не взирая на то, что они взрослые дети для меня. Дальше у нас овощи в китайском стиле. Или просто немножко пикантно приготовленные слегонца. И для вегетарианцев лазанья со шпинатом. Ну, вот, в принципе, все. Эссе! О, самый главный. Самый главный, который это. Позже всех приходят и раньше всех заняться есть. Сегодня он это сильно крепко работал, очень сильно работал. Три часа за баранкой сидел и он сильно устал. Зиат, вас максу? Макс, вас лейко. Ммм, гунаш, ой. Ммм, гунаш, ой. Най, это гуляш. Да, фельд щипас, ой. Так, сегодня для поколения, выросшего на рыбных палочках, я предлагаю так называемый гарнитур Орли. Это такой есть город во Франции. Там, значит, такая история. Рыба, запеченная в тесте. Рис и томатный соус. Ну, у меня, конечно, немножко все это так. Так, и с овощами, и рыба не в той панировке, но это не имеет значения. То есть томатный соус, то есть томатный соус? Так, ну и далее для рыбы у меня соус на основе, так, на основе рыбного бульона, сливок, добавление укропа и горчицы. Так, это так, это так, это так. Так будет правильнее, чтобы я построил свою конструкцию. Ну, и для вегетарианцев у меня сегодня тортеллини, они наполнены веганским сыром и помидорами. Запечены под сыром. Под сыром, уже под нормальным сыром, под гаудой. Соус, соус у меня на основе белого вина. Так называемый вайсвайн-соус. Это рыба фобу. Кто турецкий немножко понимает, баллон, он, в принципе, понятен баллик, это рыба. Равиоли. С что? С кезем. И вкусный вайсвайн-соус. Ты делаешь вайсвайн-соус, да? Да. Амнекция, либо вайсвайн, либо вайсвайн, либо вайсвайн-соус. Он спросил, что это такое. Я ему говорю, это равиоли в винном соусе. Он предпочитает лучше вино, чем это. Сегодня народ не особо бежит, потому что у нас сегодня большой франшнанток, то есть большой партии, 800 человек и основа персонал там. Здесь только персонал кухни, но они еще пока не все это расслышали, увидели или немного заняты. Но сейчас налетят, куда они денутся. Так, ну вот наступил, наконец-таки, последний рабочий день, пятница. Сегодня азиат Серега предоставит для вас, точнее для них, азиатское меню. Рис басмати, гештэнфинжес из говядины на кокосовом молоке для без глютенников и без лактозников без проблем подойдет. Далее лапша в азиатском стиле. Три емкости, ну как раз их должно хватить, потому что персонала много и они очень любят такую лапшу, именно в моем исполнении. Свежий салат, ну и булочки берлинер, которые готовятся, ну они это уже конвенец продукт, они уже готовые к нам приходят. А готовятся они из дрожжевого теста, начинка может быть разной, абрикоса, но чаще всего малина. Малина, ну и кому достанется 4 язвы, в принципе все, можно звать Эссен!